Сегодня среда, 28 октября. На канале РТВ и время международных новостей. В информационной студии работает Сергей Екиния. Здравствуйте. Итак, сейчас в мире. Пентагон намерен активизировать действия против исламского государства США усилят воздушные удары по объектам террористов. Об этом заявил на слушаниях в Сенате глава оборонного ведомства Эштон Картер. По его словам, к бомбардировкам будут привлечены дополнительные силы ВВС США и международной коалиции. Помимо этого, Картер сообщил, что решено изменить подход к подготовке бойцов сирийской умеренной оппозиции для их борьбы с джихадистами. Теперь работать Пентагон намерен только с проверенными лидерами группировок, уже противостоящих псевдохалифату. Бандитский интернационал в лице исламского халифата набрал силу благодаря двойственной политике отдельных мировых и региональных держав. В этом уверен глава ФСБ России. Александр Бортников считает, что с помощью, цитата, «террористического тарана» Запад попытается решить свои стратегические задачи в Азии и Африке. Как заявил глава ФСБ, эти действия поставили мир на грани религиозного и цивилизованного конфликта, который может грозить самыми разрушительными последствиями. Поэтому Россия была вынуждена вмешаться в сирийский конфликт. Бортников считает, что боевики исламского государства нацелены на дестабилизацию ситуации в странах СНГ. Поэтому государством Содружества необходимо наращивать обмен разведданными, ликвидировать источники финансирования терроризма и предотвратить вербовку новых рекрутов на территории СНГ. На родину доставлено тело погибшего в Сирии 19-летнего Вадима Костенко. Российские СМИ выяснили, что в селе, откуда призвался контрактник, никто не верит в версию Минобороны о самоубийстве. Один из родственников солдата сообщил о странных повреждениях на теле. Точных данных о том, как и когда умер Костенко, нет. Известно, что в сети он последний раз был 23 октября. Военнослужащий контрактник, проходивший службу на авиабазе ХМИМИМ в качестве технического специалиста, покончил с собой во время отдыха после дежурства, сообщила Минобороны. В ведомстве также заявили, что причиной суицида стал разлад в личных отношениях с девушкой. Возлюбленная Костенко отрицает, что с Вадимом у нее была размолвка. Предсекретарь президента России Дмитрий Песков накануне сказал, что не располагает сведениями относительно судьбы погибшего контрактника. Набирает обороты скандал между Россией и Черногорией. Правительство последней сообщило, цитата, заявление Департамента информации и печати МИД РФ подтверждает правильность заявления премьер-министра Мила Джукановича об участии России в акции протеста против НАТО. Конец цитаты. Власти Черногории подчеркивают, что российское внешнеполитическое ведомство, выразившее озабоченность по поводу применения насилия против мирных демонстрантов, забывает, эти мирные протестующие попытались насильно занять парламенты, совершить государственный переворот. Ранее МИД России прокомментировал обвинения Джукановича во внешнеполитическом ведомстве и подчеркнули, что фактов причастности России к напряженности в Черногории не существует. А Джуканович действует в своих интересах, пытаясь снять с себя ответственность за нарастание противостояния. В субботу в Подгорице прошла акция протеста. Демонстранты потребовали отставки Джукановича. Также сторонники оппозиции высказались против вступления Черногории в НАТО. Полиция разогнала митингующих с применением слездачевого газа и шумовых гранат. В результате столкновения и ранения получили 15 полицейских и 24 гражданских лица. 140 талибов, убитые на границе с Туркменистаном, афганские силовики провели в провинции Фарьяп антитеррористическую операцию. Ее целью было освобождение от боевиков Талибана уезда Гармач. Там в окружение попали часть регулярной армии Афганистана. Сообщается также об одном убитом высокопоставленном офицере афганской полиции. Судьба еще 17 стражей порядка до сих пор неизвестна. Антитеррористическая операция израильских сил безопасности. Сегодня ночью были проведены рейды в арабских населенных пунктах Иудеи, Самарии и Иорданской долины. Сообщается, что задержаны 33 палестинских араба, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. 13 из них, по предварительной информации, связаны с Хамасом. Остальные причастны к массовым беспорядкам, метанию камней и коктейлей молотова. Кстати, сегодня в Хевроне злоумышленники бросили в сторону военнослужащих армии обороны Израиля, дежуривших на одном из КПП. Несколько бутылок с зажигательной смесью никто не пострадал. Однако ночью, опять-таки, на одном из контрольно-пропускных пунктов Хеврона, вооруженный ножом, араб предпринял попытку нападения на военных. Террорист был застрелен. Израильский парламент усиливает меры безопасности на фоне террора. Принято решение модернизировать электронные системы охраны, установленные как в самом здании Кнессета, так и за его пределами. Планируется приобрести 70 пистолетов, которые получат в качестве личного оружия сотрудники службы безопасности Кнессета. Транспортный отдел пополнится еще одной бронированной автомашиной. На балансе парламента уже есть два бронированных автомобиля. На них передвигались спикер Кнессета и глава оппозиции. Принято решение также увеличить численность бойцов спецподразделения ОЗ, обеспечивающего личную охрану парламентариев. Израиль проигрывает информационную войну. Как следствие, более 300 британских ученых решили бойкотировать израильские академические учреждения. Мотив это протест против, как считают ученые умы, цитирую, невыносимого нарушения прав человека в отношении палестинского народа. Декларация под названием «Обязательство ученых Великобритании за права палестинцев» была размещена на правах рекламы в газете Guardian. В документе сказано еще одна цитата «Мы глубоко обеспокоены незаконной оккупацией Израилем, палестинских земель и невыносимыми нарушениями прав человека». Конец цитаты. В посольстве Израиля в Лондоне заявили те, кто призывают к бойкоту в дни, когда в результате 45 терактов 10 израильтян были убиты и более 100 ранены, попросту игнорируют право израильских граждан на жизнь. Майкл Джексон на первом месте американского издания Forbes по традиции накануне Хэллоуэйна обнародовала рейтинг самых богатых скончавшихся знаменитостей. Учитываются доходы, которые составляют прибыль от продаж записей их музыки и фильмов, доли в прокатных сборах и другие поступления за год. Король поп-музыки за последние 12 месяцев заработал 115 миллионов долларов. Это доход от продажи его музыки, а также от шоу «Майкл Джексон Ван», которое было поставлено в Лас-Вегасе. Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. О развитии событий в нашем следующем выпуске я не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова